Друзья, всем привет! Снова рад вас приветствовать в новом видео. Знакомьтесь, это Николай. И сейчас он расскажет, где мы находимся и чем он тут занимается. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Николай. И я владелец фирмы Аквагаус Гаус. У нас самая крупная цихлидная разводня в мире. Площадь 3500 квадратных метров. Ребята, вы только себе представьте площадь этого помещения. Я вам скажу честно, без преувеличения, это самая большая разводня, которую когда-либо посещал. И вообще, о которой я знаю. Реально огромнейшая. Сейчас обязательно мы все вам покажем. Вы же пока чай-печеньки. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Общая численность аквариумов на сегодняшний день 3000 аквариумов. Ребят, вы представляете, 3000 аквариумов. И емкость воды в них 1 миллион 300 тысяч литров воды, да. Вы представляете, ребят, я вообще, честно говоря, тут позаглядывал тут, я в шоке. Вы просто не представляете, тут можно на велосипеде ехать туда-сюда и реально устанете педали крутить. Средний объем аквариумов, они 1,60 на 60 на 45, это 420 литров. При таком количестве аквариумов воды, сколько человек надо для обслуживания вот всей этой территории, всех этих аквариумов? Ну, тут вопрос интересный. Не важно, сколько человек, как каждый человек работает. Да, согласен. У нас на данный момент 5 людей. 5 человек, ну? Да. И все струляется. Которые и разводят. И разводят. Обслуживают аквариумы. Моя жена занимается тоже, она чисто вот только цихлидов разводит, занимается. Нам квази пополняют аквариумы, потом тоже увидим все это дело. Да, ребят, мы обязательно еще коснемся фильтрации, обязательно подмен воды коснемся. А еще мы неспроста здесь стоим, вот сзади там такой автомат. Я вам только так скажу, он стоит 5000 евро. И вы думаете, просто так? Нет. Он очень важную работу выполняет, о которой узнаете чуть позднее. А это касается упаковки рыбок. А с чего здесь все начиналось? Наверняка же не сразу это все было. Нет, конечно. Мы в этом помещении сейчас 4 года как раз будет. До этого были в другом месте немножко, поменьше все. Начиналось все с подвала, с моего, как приватный. Ну, дома, да. Дома все, да, да, да. С одного аквариума, второй, третий. И так все это с хобби. Завертелось, закрутилось, да? Да, да, да. До этого дошло все. И сколько времени понадобилось для достижения вот таких результатов? Больше 20 лет занимаюсь. Сейчас акваристика. Ну, это все время, как прогресс-то идет. Ты начинаешь из двух аквариумов. И растешь, растешь, увеличиваешь, увеличиваешь. Сейчас получалось так. Допустим, купили помещение, первый магазин наш был, 400 квадратных метров. В 2010 году купили, все застроили. Через два года еще две комнаты там застроили. И потом еще две комнаты, и подвал застроили. Все застроили. И, короче, через 8 лет я понял, 400 квадратов мне мало. Надо что-то искать побольше. И вот я так начал искать. И как-то вот наткнулись на это помещение. Это был раньше мебельный магазин. Очень много площади. Я говорю, у нас сейчас под аквариумом 3,5 тысяч квадратных метров. А есть еще 2 тысячи квадратных метров. Свободной площади еще. Азов. Есть еще куда расстраиваться. Да, да. И вот подвернулось. Мебель больше не идет в Германии. Рыба пошла. Рыба идет. А начинали все так же с циклид? Да. У меня, я только по циклидам, у меня других рыб не было. Лично у меня. Вот с этого все началось. Циклиды размножать, расти, расти, туда-сюда. Ну, а сейчас тут как место все нам позволяет. И рабочие есть, которые с Азиатами, с Америкой, с этих тоже циклиды. И не обязательно циклиды. И вот сейчас у нас практически все есть. И самы, и тернели. Тернецы, да. Петушки, бета. Петушки, да, да. Да, эль, самы. Сейчас, ребят, все обязательно покажем. Но это же у вас семейный бизнес, да? Вся семья принимает участие? Вся семья принимает участие. Но, кроме того, есть и просто рабочие, которые к моей семье, допустим, отношения не имеют. Но они очень хорошие и ценные работники. И любят рыбок? Конечно, они любят. Тут, которые работают, все с рыбами немножко из головы не то. Фанатики этого дела. Какое количество видов аквариумных рыбок тут содержится? Ну, у нас примерно около тысячи разновидностей рыбок. Это цихлииды, не цихлииды, все вместе. Около тысячи разновидностей рыбок. Она немножко прыгает. 950, 1200, 1000, ну, в среднем 1000. Ребята, вы только представьте себе эти цифры. Я просто в шоке, честно говоря. Что касается подмены. Я же понимаю, что тут должно как-то все это продумано быть. Конечно, подмена воды происходит полностью автоматически. Тут у нас простой таймер. Мы программируем, допустим, в поддельник с 10 до 12 этот вентиль открывается. И два часа подается вода. Она сюда проходит. В каждый аквариум затекает. Еще дополнительная регулировка, как много воды будет затекать. И тут через, как он, перетек, перелив, вытекает, скандализация. Тут перелив. А это рядом, это как, как, это, это, эрлифт. Ага, все здесь работает на аэрлифтах, да, фильтрация? Да, 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 да. Фильтрация полностью, тут по углам два кампульских фильтра. Ага. И с двумя... Воздух, понимается? Да. Вот он. Видите? Фильтрация чисто через воздух. Вот это, как центральная линия воздуха. Ого, пятидесяточка. Да, да. И сюда просто шланг. Да, я вижу маленькие шланги. Шланг на 6 миллиметров. Дырка на 5 миллиметров. Шланг втыкаешь и все, как дыхать. И все крепко держится. Да, 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 да. Ничего не пропускает. Ребят, как он, а? А я представляю, если труба пятидесятка, это воздух, то компрессор, там же, наверное, здоровенный, как бы, это промышленный. Компрессоры там 18 штук стоят. Хо-хо-хо-хо. 18 штук по 2,5 киловатта каждый. Они масляют 24 на 7. Круто. Фильтрация полностью справляется. Я смотрю, сразу аэрация и... Вот мочалка какой пористости? Грубая. Самая-самая грубая. Самая грубая. Потому что циклиды, у них большой обмен веществ, азо. Много какают. А если возьмешь мелкую, она будет хорошо для чистой воды, но она быстро будет забиваться. Мы для циклиды берем всегда самую крупную и 5 сантиметров толщина этой губки самой. Если губка забивается, заметно как, что она прямо вдавливается туда. Напор воды прямо ее вдавливает. Проходимости воды больше нету. И она вдавливается. То есть, рабочий утром проходит или при кормежке смотрит, о, фильтр сдавленный. Значит, надо его чистить. Чистим как? Вот ходит рабочий, вытаскивает этот швам, фильтр и стиральная машина его. Отдельная и стиральная машина? И специально стиральная машина. Туда закинул ее 17 минут, он готов. А как часто вы вообще делаете стирку, мочалку? Ну, бывает, аквариум они стоят уже по 5 лет, не надо мне чистили. Бывает через год, раз в год, допустим. Это смотря, зависит немножко, какая рыба там сидит. И как часто кормятся от численности рыб? Кормятся они всегда одинаково, все один раз в день. И раз в неделю мы вообще не кормим. Допустим, в воскресенье, естественно. Разрузочный день у них, да? Да, да, да. Сейчас сразу же будут комментарии под видео, наверняка, от тех, кто напишет, зачем стирать мочалки стиральной машинки, бактерии погибнут, потом не будет их. У нас же 2 мочалки, да? Мы сразу 2 за один раз не стираем. Обычно так и бывает, один фильтр все забился, второй еще полностью работает. Мы стираем только вот один. По одному? Да. Одновременно никогда не дается. Примерно сколько подменивается воды за раз? Как я уже говорил, раз в неделю срабатывает автомат. То есть раз в неделю идет подмена, ну, примерно 50-70%. Потому что посадка плотная. Ну, половину в среднем меняемся. И забегая вперед, сразу же вопрос по поводу воды. Какую воду используете? Есть у вас там своя скважина? Как водоподготовка проходит? Водоподготовки такого вообще нет никакой. Это просто нормальная вода. Водопровод обычно? Слабо вода, да. Скважины нет. Я боюсь даже представить, какое количество воды. Очень много. А то вода течет где-то постоянно. 24 на 7 везде где-то заливается. Наверное, там, где она сливается, там, наверное, уже озеро или река есть. А чем же кормите рыбок? Кормим гранулатом. Тут все расфасовано уже по крупности гранулата. По размеру, по фракции, да? Да, да, да. И вот, допустим, тут берется вот такой. Это сами делаете? Нет, сами мы не делаем. Фирма какая-то, да? Фирма для наших потребностей. Потому что у нас где-то 20 тонн в год уходит от этого корма. Но это не только мы тут кормим, но мы его продаем для... А, то есть другие люди тоже могут приобрести у вас. Он у нас так и называется, хаус гранулат. Поэтому мы его в нашем доме кормим только этим. Вы и своих кормите, и продаете также, да? Да, да, да. И можно зайти на сайт, и он есть, да? Есть, конечно. Ну, ребят, кстати, вот так же в описании будет ссылочка на сайт. Можете зайти там, посмотреть. Возможно, какая-то рыбка вам понравится. Ну, об этом мы еще коснемся чуть позднее. Сейчас вы посмотрели корма. Корма, тут вот и мешки всяких разных размеров. Смотря какая рыба покоится. И вот все это. Баллоны. Баллоны с кислородом, да. Без этого никак. Всегда один рабочий и два на запас. Если один кончился, то сразу перенгнул и работаем дальше. Николай, какая самая популярная цихлида, которая тут есть? Ну, популярных, конечно, много. Но в основном, я скажу, все, что с красным цветом связано, оно вот и пользуется хорошим или большим спросом. Потому что красного цвета, как таково, в натуре отсутствует. Там есть коричневатые, но не красные. И вот это в основном в ходе селекции ты с коричневого цвета выращиваешься и красный. И поэтому вот красный цвет, всем охота красный цвет. Хорошо смотрится. Есть синий, зеленый, а вот такого чисто мальборо красного нету. Поэтому человек со своей селекцией тоже все это воспроизвел. А каким образом получается добиться красного цвета? Допустим, ты берешь натуральную рыбу, она идет, скажем так, кирпичного цвета. Коричнево кирпичный, но не красный. Но это же идет вот в это русло. И берешь его, размножаешь его и опять выбираешь с мальков, смотришь, начинается окрас, ты смотришь, ага, вот он уже больше красного. Берешь его и опять с этим выращиваешь его и опять с ним детей производишь. Таким образом, там года проходят. То я и представляю, сколько поколений нужно пройти, чтобы получить красного малька. Минимум 7 поколений или через 10 поколений они уже все потом чисто красные выходят. Чтобы вы понимали, ребят, мы говорим сейчас вот про этих рыбок. Как они правильно называются? Ауронакара редбрубин. Они, конечно же, ребят, меня боятся, но мы делаем все возможное. Посмотрите, какие красавцы. Я думаю, те, кто любит цихлит, сейчас уже там слюни пускают. Посмотрите, какие красавцы. А корма есть для усиления окраса, так сказать? Есть, конечно, тоже корма с астаксантином, это все. Они эффективны? Ну, эффективны, конечно, но для меня лично мы таким кормом тут не кормим, потому что это получается какой-то самообман. Ну да. Правильно? Допустим, если я буду тут кормить кормом для окраса, то есть человек придет, его купит, и через месяц, скажем, этот окрас у него упадет, как минимум. И он останется недовольным. И он останется недовольным. И этот человек сюда больше не придет. И это не в наших интересах. Конечно, бизнес не на один день. Да. Мы кормим, вот гранулат я показывал, он чисто как без всяких привесей там, без всяких как астаксантинов. Это все селекция. Если кто-то дома решит, конечно, поддерживать окраску или еще увеличить ее, то можно, конечно, кормами специальные. Есть много фирм, которые такие корма продают. И, допустим, тоже популярный или не менее популярный, чем красная рыба, допустим, комплект желтая рыба. Это тоже Алнакара Стьюр Гранти Малерии. Она комплект желтая. И она тоже пользуется большим спросом, потому что это всегда большой контраст, допустим, красная к синей рыбе и желтая. А если их вместе содержать, они же потом помешаются, да? Алнакары, да, не рекомендуется вместе держать, потому что будут... Стычки? Да, и стычки, и будет все перемешиваться, и в конце концов ничего хорошего там не вылезет. Надо каждый вид держать отдельно, чтобы цвет не мешался. Одного Алнакара, одного Протомелос, одного Атафаренса. Это все без проблем. А если ты посадишь три Алнакары разновидных окрасок, они все перемешаются, потому что самки у них, как таково, для самца они все одинаковые. Какой им предпочтительный объем для содержания? Я бы сказал, метр пятьдесят длина аквариума минимум должна быть. Это примерно 350 литров, это стартуем. А до какого размера они растут? Смотря какая рыба, Алунакара... Алунакара? Алунакара они 14-15 сантиметров. Следующий вариант еще рыбы, которая большим спросом пользуется, это Протомела, Ред Эмпресс на Маленджи. Вот это красная рыба с синим окрасом, с синей головой. Они тоже пользуются большой популярностью. И тут у нас это как дисплейный аквариум, но они тут размножаются. Вот самка таскает яйца. И вот эти маленькие, они все тоже в этом аквариуме, они уже тут пролезли. Где-то спрятались, где-то как-то выжили. И только вот этот сорт здесь размножается. Всех остальных съедают? Ну да, матка, видать, очень хорошо следит за ними. И они тут прорываются всегда. Ну цвет у этих вообще красивейший, переливаются там. Ну да. А они до какого размера? Или тогда они максимум? Да, это максимум 15-18 сантиметров. И объем аквариума, соответственно, надо побольше. Чуть побольше уже, да, конечно. Они и могут быть доминантные, потом еще больше места... Отнимут у других, да? Займут свой угол. А вот это, допустим, ну вот это Аланакара, вот это как? Это конечная стадия. Ну, ему где-то чем-то с 15-го у него есть. Это с цвет гарантии у СССЯ. Касался. Потрясающе выглядят. Да. Смотрите, на удовольствие. Ну вот, допустим, тут аквариум, где вот эта рыба сидит уже на продаже. Вот эта рыба, допустим, может сейчас каждый человек приехать сюда и сказать, вот я хочу этого. Мукинау его мы и поймаем. Запакуйте, да? Да, обязательно. А сюда можно приезжать в гости и смотреть... Конечно, сюда нужно приезжать, нужно. Если ты по цехли там немножко там заинтересован, то я считаю, минимум один раз жизни надо сюда приехать, потому что это как парадизм для таких... Ребят, я полностью согласен. Я вообще... Вы не представляете, я тут хожу, я в таком восторге. Ну, здесь реально надо побывать, чтобы понять вот эти впечатления, которые я сейчас испытываю. Да, и что я хотел добавить, у нас в основном вот большая рыба, готовая рыба, в окрасе, а за рыба шоу, то есть мальков маленьких мы даже и не продаем. У нас только рыба, в окрасе большая рыба, чтобы человек как дома посадил, он хочет уже что-то видеть. И вот это... Быстрый результат. Да, да. Это наша цель, вот так мы работаем и наш объем продаж подтверждает, что мы на правильном пути. Да, вот тут, допустим, у нас, я это, конечно, с улыбкой на губах всегда говорю, это терапий-центром. Тут мужчины паркуют своих жен, девушек, которым аквариум мистика не так интересно. Они жен, девушек своих тут паркуют, они сидят, смотрят в аквариум, в хэнди их копошатся, а мужики смотрят... Ходят балдеют, закупаются, шопятся, да? И это, кстати, вот этот палас, мы оставили, это еще как... Со старой, да? Со старой. Тут был же мебельный магазин, если вы еще помните, по началу видео я сказал. Да, да. Это раньше был мебельный магазин. И тут был такой круг. Я сказал, мы круг разделим, и пол круга мы оставим, поставим кресло, и что, немножко вот историю сохранить этого помещения. Здорово придумано. Вот тут, друзья, допустим, как вы видите, сухтир, это значит, тут рыба не рестится. Тут все закрыто, тут уже... Посетителям нельзя заходить. Нельзя, потому что это лишний стресс для рыб. Тут только, допустим, наша... Семья может заходить, те, которые причастны к этому делу. Татьяна заходит, которая именно вот за этим только тут следит. Вот только она этим занимается, и вот она заходит, смотрит, ага, вот там готова рыбка, их надо снять, кормит их, да. Вот тут только не рестовые рыбы, тут производство, как говорится. Тут делается рыба. Ребят, чтобы вы понимали, если вы до сих пор еще не поняли, возможно, кто-то есть такой, то тут не просто рыба продается, она здесь же и производится. Не просто, знаете, как есть места, где получили рыбу с Азии, поддержали и продали, а здесь именно еще и разводится, выращивается. Я еще немножко поясню. Цихлиды все тут производятся, и вырастаются, выращиваются, и продаются. Допустим, неоны, вся вот эта барбусня, это мы, естественно, закупаем с Азии, импортируем и тоже продаем. А вот по цихлидам, это чисто вот тут развод. Тут они рождаются, и тут они находят своего клиента-покупателя. Тут у нас на листовая. Мы тут зашли, немножко будем их тревожить, но это не страшно. Вот, допустим, тут «Алунакара» «Файерфиш». Один сумец, и, скажем, тут примерно 10-15 самок, и у него тут рай в шалаше, как говорится. Работа неподчатый край. Он работает, и ему это нравится, и мы не жалуемся. Справляется со своими обязанами. Справляется отлично. Мы сейчас морковку увидим, посмотрим. Какой красавчик. Да. И вот это разница между перепродажей и производом. У нас производ это все, можно сказать, селекция. Вот этого пацана мы выбрали, он был вот такой маленький уже. Совсем карапуз. Потому что ты там видишь, вот какие его плавники уже, ну как надфилем все выпилено. Вот все аккуратненько, красиво. Пятнышко на направленном месте стоит. И вот таким образом ты его уже выбираешь себе, и вот он потом дает потомство. Допустим, снизу сейчас видно, допустим, желтые. Это Омакара Бенжи Бенга. Тоже самые процедуры. Один самец, ну и штук 20 у него тут девочек. Прячется. Ну да. Он привык, что их тут никто не тревожит. Да, что тихо, спокойно. Татьяна один раз в день заходит, проходит, все просматривает, контролирует. Кормление есть во время нереса? Кормление всегда есть. Если самка набрала яйца полный рот, то она больше не кушает. Кто свободный, тот кушает. Вот этот самец, допустим, от Афаринс Торпейдо Блю. Очень-очень редкий вид циклет. Его мы тоже тут производим. Ну а как правило, я хочу сказать, в основном идет все как. Все популярные названия рыбы, вот это все идет. Вот редкие, допустим, рыбы, ее ты редко продашь. Но мы как тут цишлин, парадис, у нас тут должно быть все, я считаю. И редкая, и... Согласен. И ширпотреб, как говорится. Чтобы человек пришел, он мог найти все, что угодно. Даже вот этот, как говорится, плохо сказано, но вот этот ширпотреб, он у нас вот это все селекция. Это самая рыба, где будет действительно ширпотреб перепродаваться, где он с Азии идет, циклиды с Азии, не знаю, это такой вопрос вообще отдельный. Они не ровня этим? Нет, нет, нет. У нас этот ширпотреб, это будет вот тут, если параметры сравнивать, плавники, окрас, форма, на все это смотрится. Я обратил внимание, что в каждом аквариуме практически, наверное, в каждом, анцитрус, который подъедает. Это чуть побольше, не анцитрус, но да, это у нас как секретные работники, рабочие. Не, ну они как... Работают за еду. Да, 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 да. Он получает еду и немножко помогает нам аквариум чистить. И я вижу, как бы, так сказать, укрытие, да? Ну да, это, допустим, если самка в рот набрала яиц, то все, то ей нужен покой. Уединиться, да? Да, уединиться, немножко, чтобы она могла заплыть, в гараж туда зайти и отдохнуть. Вы уже, проходя аквариум, увидите самка, сидит в укрытии, значит, ее надо доставать. Да, или так, но доставать ее надо, это видишь по-другому. Это уже Татьяна смотрит на, как называется этот барьер? Ну, под джабрами сюда. Под джабрами уже видно, если малек, он уже готовый или нет. Ага. И у глаз уже набитый с годами, да? И ты идешь и смотришь, а, вот она готова, все. Ее прямо в сачок ловишь, она уже в 90% случаев выплевывает уже малек в сачок, берешь самку и опять обратно в аквариум, все. А малек идет потом уже в маленький аквариум. Я знаю, даже берут спичкой выковыривает малька. Нет, 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 но это, я такое видел, это как-то брутально для меня смотрится. Ты можешь и поранить, или там раздавить, и зачем? Нет, мы, я говорю, Татьяна идет, смотрит, она готова, ловишь и в 90% она уже самовыплевывается. Если же нет, есть сорта, они сильно держат своих мальков. Ты немножко надавливаешь тут пальцами, немножко. Небольшое усилие, чуть-чуть в воде все это прямо делается, и рыба выходит, и все. Ничего не надо там ковырять. Зачем? Травмировать. Да, да, и таким образом, плюс какой, мы эту самку вообще не уводим от стаи. Она здесь постоянно находится, просто сачок попадет. Сачок, цак, малька снял, опять самка обратно. Она не чужая там будет, потому что некоторые бывают, они самку отсаживают на три недели отдельно, а через три недели самку посадишь туда, все будут гонять. не принимают ее, да. Малек снимается, и потом сейчас мы пойдем туда, как, в зал, там одна молодежь. А бывает, что едят малька? Конечно, конечно. И что делать в этом случае? Ничего, самку менять. Мы как производ, у нас как, есть много выбора. Ну да, если, или бывает, и такой, и самец непригоден. Допустим, он не хочет, не делает ничего. Самка меняешь, и пошла масть. Все бывает, все как у людей. Ну, тут подходим, малявочников, там, где молодежь растет и набирает вес, как говорится. Когда забрали у мамки, да? Да, вот забрали у мамки, и теперь в пионерский лагерь. Подрастать. Да, и вот, допустим, тут видно, вот тут молодежь плавает, она недавно вот сюда заехала, а вот тут уже подросла, им уже надо пора отсюда выезжать. В другую пионерскую лагерь, в другую. Ну, это уже посерьезнее, да. И вот видно, вот тут уже идет окрас, это уже вот большие наверху, им уже надо выезжать отсюда. Это сколько им по возрасту? Ну, этим, ну, год минимум. А за год они съели? Ну, поэтому, у нас в год уходит все вместе 20 тонн корма. Тут также обустроено гамбургский фильтр. Да, система везде одинаковая. Гамбургский фильтр, автоматическая подмена воды раз в неделю. Да, вот, ребята, все по-взрослому. Представляете, это такие объемы, такое количество рыбок. Видишь, тут обслуживает 5 человек. В молоднях сразу пишется, вот какой сорт, что за шпицы, чтобы знать, что это, и все. Вот эта карточка их сопровождает. Ихний паспорт. Да, ихний паспорт. Аутсвайз. аутсвайз. И еще вот интересно, система по-немецки, ибо вакуум. Вот эти датчики, они контролируют, работает ли все. Допустим, если свет пропал, да, турбины гаснут, давление в воздухопроводе падает. И этот датчик звонит мне на телефон и говорит, аларм, аларм, наш пропал, ахтум, ахтум, да, у нас падает давление в воздухе. В системе, Хьюстон, у нас проблемы, да? И я потом мчусь сюда и смотрю, где, почему, что-то падает, мало ли что бывает. Ну да, всякое может быть. А электричество, если отключается? И если, ну, есть какая-то подстраховочная, так сказать? Есть, конечно. Ну, в Германии пока так, пока. Такого еще нет, что, допустим, на пару дней пропадает. Допустим, если тут на 1-2 часа. Не критично. Это вообще без проблем, да. Подстраховка. Вот, допустим, эти желтые, Алнакара, Бенжи, Бенга, уже тоже подросли, это уже подростки, им надо все отсюда выезжать. И как на путь жизни их будем выставлять, вот в следующую неделю, Татьяна их поймает и посадит спереди, как уже на продажу. Поедут в новый дом. Да, поедут в новый дом. В какие страны отправляете рыбу? Ну, может, потом позже у нас там есть, как, карта, и эти... Как указано, да, где, куда рыба поехала. Скажу заранее наперед, самый большой клиент наш, он сидит в УСА, Техас. Техас, да? Техас, да. США, Техас. Техас, там у нас самый крупный партнер. Здорово. Но почему-то все это как-то ушло куда-то, не стало их. Они посмотрят видео и скажут, как мы могли, как нам не стыдно, надо возобновить партнерские отношения. А вот, допустим, даже смотрите, Таня Свель, Таня, это моя жена, вот она занимается вот сегодня. Это ее территория. Да. Маточник, производ, вот это ее... Стихия, да? Основная задача работа. Везде, ребята, еще обратите внимание, подписано все, везде есть нумерация. Да. Чтобы вы в рядах не заблудились, потому что тут реально, пока ходишь, можно потеряться. тут уже видно вчера, Тадьяна тут работала, видишь, аквариум пустые. Да. Вода сливается, самолет ловится, идет вперед на продажу, да, подростки, и завтра, послезавтра тут будет подмена воды, и аквариум автоматически заполнится. И вот он, смотри, вот тут опять красная рыба, опять везде красная рыба, молодняк, видишь, и вот в таком возрасте мы сюда подходим, или Татьяна подходит и говорит, во, вот ты классный пацанчик, ты пойдешь у меня на производ. Да, вот сразу видно тут. Да, ну тут 4, 5, 6 сантиметров от силы. И вот такой окрас уже. Вы обратите внимание, нет освещения над аквариумом. Это вот как есть. Да, это на натура, да, да. Натуральный свет. Вообще есть свет вверху, и светит. Поэтому, если вам так видно, как и мне, вот цвет, ну такой насыщенный, то представьте, если подсветить, там вообще будет. Если красный свет еще тут положить наверх, тут вообще будет. Гореть будет. Тестами балуетесь? Да, в воду, конечно, в воду раз в неделю вода, тестируется, все фиксируется, записывается. Если, допустим, придет ветеринар, ветеринар, они приходят, контроль делают, вот показываешь. То есть это отдельные ветеринары со службы приходят, контролируют, да? Это не тот, который здесь ветеринар. Нет, нет, это уже как, ты не знаешь, когда он придет. Понял. В любое время, так сказать. В любое время может прийти, скажешь, ну-ка покажите вот все эти, как у вас тут что. Что типа не издеваетесь над рыбой, задержите в нужном условии. Да, да, да. Видите, ребят, как тут все серьезно, в Германии. Ну, тут сомики, нормальные дела. Это наши рабочие, рабочая сила растет. Ну, и на продажу сомик всегда идет. Это 140 часов. 140, черт, правильно подметил. Это там прячется 181-й. Вот они, ребят, там их не особо хорошо видно, но они там есть. 181-й такие точечку, беленькую крапинку. Да, когда они маленькие, они очень красивые. Если вырастают, и белые точки проходят, их почти уже не видать. Вот они какие. Видите, лепота. Тут можно приехать на открытие, ребят, и до вечера тут ходить, балдеть. Кучу эмоций. Это просто не передать. Просто супер. Тут у нас кресла фанлау, по-немецки называется, ну, по-русски это как. Ну, вода очищается, и опять идет по кругу. Круговорот воды получается. Сюда помещаем мы только нашу, свою собственную рыбу, которую мы сами вырастили, потому что, если, не дай бог, здесь что-нибудь затачить, заразу какую-нибудь, тут пройдется сразу 100 кубов. Медицина, как говорится, лечит. Да, поэтому только наша рыба, и проблем нету тут. Видите, в каждой бочке, ребят, рыбки. В каждой бочке тысячи литров, и молодежь сюда заезжает, и она сидит тут, ну, можно сказать, пока спереди, место не освободится на продаже. Ждет своей очереди. Посмотрите, сколько их ждет. Их тут ровно спол штука. 100 тысяч литров вот только вот этими боксами. И тут уже потом начинает окрашиваться, с красным. Просто красота, ребят. А вид совсем другой. Вид сверху. Обычно смотрят на торговку сверху, на золотых, а тут циклины. Ну, это, опять же, анлайна, она только вот чисто для персонала, для нас. Тут, как клиент, сюда не запускаем. А тут клиенту и не видно будет толком рыба. Все правильно. Все правильно. Это просто для нас передержка. Если спереди на продаже места нету, они сначала попадают сюда и тут им хорошо. Много места. Тут постоянно, да, вода заливается. Постоянно. Сруговорот постоянно. Постоянно сливается. Сейчас я фильтр покажу, как это все работает. Видно вам, ребята, вот вода заливается. И сразу обогащается. Сваруном, потому что перемешивается. Да, да, да. Все просто. Ну, вот это фильтр, который я только что делаю. По трубам вода течет обратно. Первую бочку и таким образом вода перемещается с бочки на бочку. Там ершики стоят, вода очищается. Тут биология, вот эти ершики. Как они тут называются, не знаю. Да ершики, они везде, наверное, ершики. У нас тоже ершики. Вода здесь заходит и проходит все эти... Все этапы. Всю фильтрацию, да. Все этапы. Бактерии селятся на этих ершиках, да? Все правильно. Да. Только на бактерии. Один раз в неделю заливается свежая вода. Ага. В каком количестве? Я даже не скажу. Пять часов сюда льется вода. Растения, чтобы немножко... Ну да, это баловство. Понятно. И вот, допустим, это первый результат нашей живородки. Тоже в таких больших емках. Да-да. Тут они растут отлично. Они быстрее вырастают, да, здесь вот? Растут. Я тоже сравниваю, как растут обычные аквариумы и как большие пьемки. О, как они. Круто. Ручные. Вот тут поменьше. Будет же вопрос сразу у людей. Как малька собираете? Малек собирается там все очень просто. Это все приходит немножко фантазии, немножко опыта. Ну вот, допустим, смотри. Видишь, тут сидят самки. Ага, корзиночки. Корзиночка. Купили ее в магазине. Что за корзина, не спрашивай, не знаю. Ну, посмотрели, для нас подходит. Рыбка не пролезет, но зато правильно. Малек пролазит. Малек автоматически он будет пролазит. Вот он там плавает. Да-да-да-да-да. И все. Потом, если малек подрастает, мы его собираем в большой аквариум или если его уже много, сразу в эти контейнера на тысячу литров. Ну и все. Кормятся эти рыбки так же, как и циклиды, да? Таким же кормом, просто мелким, естественно. И вот это, допустим, это опять циклиды. Ална-кара-уссисия. Видно там что-то? Возможно, что-то и... Вот интересная рыба. Вот когда я ее кормлю, она тут вся наверху. Как-то она говорит, хочу кушать. Вот вот это здесь стоит. Наверное, ждет покушать. А то не хочет показывать. Вот здесь это показывается. Ну, вот таким макаром. Сразу касаясь лечения, кто за этим смотрит и как рыбка лечится? Смотрят, конечно, рабочие, если что, они мне говорят. Так и так, допустим, у нас проблема, манка появилась, да? В основном, вот это если рыбу импортируешь, манка частенько встречается. Лечим на ФМЦ. ФМЦ тоже, да? Да. А у нас вот циклиды, там практически никаких проблем нету, потому что сами производим, ничего не заводится с циклиды отзыва. Там вообще проблем нет. И циклида сама по себе крепкая рыба, да? Сама по себе и то, что... Хорошие производители, хороший уход злоя. Ничего не затаскивается, поэтому я беру вот в эти анлаги только наш производ, чтобы ничего не мешать. Это не значит, что они какие-то стерильные, нет. Но, таким образом уменьшается затаскивание всяких паразитов. И тут у нас комната с петушками, но петушков мы, естественно, импортируем с Индонезии. Ну, это временно, да? в скором времени. Не знаю. Мы сначала вот живородки занимаемся, а с петушками пока хватает импорта. Ну, тут они вот приезжают, стоят, пока не выйдут. Пока не купят, они содержатся вот в таких ведерках. Это литр воды там каждый день она сидит. Два раза в неделю мы им воду меняем. Вручную, естественно, потом тут раковина выливается и свежая вода заливается. Но это тоже время отнимает, да, тут один человек три часа тут. Если все полное, если только что, допустим, свежий импорт пришел, тут три часа таскаешь и девятерки. А есть уже какие-то задумки по облегчению этого труда? Просто я смотрю, все везде было. Это было неправильно, если никаких задумок не было. Есть, конечно. Но рабочий пока, это я сам предложил, автоматически воду подменивать. Но рабочий пока сказал, нет, не надо. Хочу лично контролировать. Хочу лично вот это правильно контролировать, так он девятерка берет, смотрит, как рыбка там чувствует себя. Но планы есть, невозможность есть. Я еще обратил внимание, что все стеллажи сделаны из дерева. Да. Почему? Дерево проще обрабатывать. Я сам могу, или рабочие сами могут что-то скрутить. Ну да, отпилить, скрутить. Отпилил, скрутил, стеллаж готов. Намного дешевле, чем железо или нержавейка. И вода у нас на полу нигде не стоит, так что с деревом вообще никаких проблем. Я вот как занимаюсь аквариумистикой уже больше 20 лет. Только вот деревянные стеллажи и никогда проблем не было. А как рассчитывалась толщина бруса? Никак. Опытным путем уже. Немножко подумал, мозгами пошевелел и все это потом еще раз двойни потолще сделал, чтобы уже наверняка держалось. Ну да, мне предоставили здрасте. И куча шурупов, хороших шурупов и самых дешевых, которые рвутся уже прямо, когда закручиваешь, есть такие. Закручиваешь, цак, потом головка отрывается. Это не годится. Да. Мой расчет меня не подводит. Это здорово. Эти названия сзади, Портамейлос, Копа Декромис, это не просто декорация, наших сотрудников, рабочих. Допустим, у них заказ на руках, они читают Портамейлос, Тайван Рейф. У них уже в голове знают, в какую сторону им надо идти, потому что 3500 квадратных метров, если ты один раз неправильно пошел, у тебя сразу на тахометр уже 200 метров лишь. Это уже ориентация, это не просто так. Тут сидят одни протамейлосы, допустим, в этом ряду. И сотрудник уже знает, какой протамейлос тут сидит. Есть второй ряд тоже протамейлосы. Там сотрудник знает, поэтому это уже как предначальная сортировка, чтобы сотрудники знали, куда двигаться, лево, вправо. Сотрудники знают каждый вид рыбы, который здесь содержится, да? Обязательно, конечно. Они знают каждый рыб, как он выглядит, они все знают. Тут у нас карта и везде, где красный кругляшок, туда мы лично отправляли рыбу. Ну, самые дальние это Лас-Вегас. Как приятно потом смотреть на то, что ты сделал и куда отправил рыбу. И вот я говорил, мы отправляли в Африку африканский сишлид, Капштадт, Малавиза, даже здесь. Да, Бангкок. Это же сколько времени они были в пути. Ну, мы их упакуем так, чтобы два дня без проблем они могут там находиться. С самолетом? С самолетом, конечно. С самолетом. Ну, а тут наш последний проект. Пробуемся на живородках, чтобы сами выращивать, чтобы не импортировать их из Азии, чтобы были свои. Целую комнату выделили, да? Да. На живородках. Присутствуют вупики, малинезии. Да, ну, все практически. А, меченосцы есть. Где вокруг специличка вот еще, ребят, мы берем, сколько всего интересного. Ну, вот эти живородки, в основном, как спрос, идет на зоомагазины, оптами их продаем. У них большой спрос на живородку, поэтому мы пытаемся что-то попробовать, что-то, но и разводитель, да, да, да. Цветка по классу, насыщенной. Это также выбирались лучшие, лучшие, да? Ну, тут еще пока не выбирали мы. Это вот как мы получили, получили, немножко на корме, а потом выберем стайку. Значит, заказывали хороших, да, уже. Стараемся, да. Тут, как показал, и что-то. да, да, там самки сидят, а тут уже молодежь вываливается. Тут, ну, самое, самки сидят, тут пока еще молодежи нет, значит, свежие, а вот тут, получается, они автоматически сортируются. Да, а мальков в живородке чем формите? Тем же кормом, что сухим, да, нет, 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 вот стоит ядро, тот же самый гранулат, но как, как мука, как пыль, да, совсем, 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 да, и вот этим кормят. Алиды разные такие, какие, белые, 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 да, красные, ну, такие интересные, с римоном. У них удлиненный, как это, хвостовый плодничок, рыба, он называется. Римон, да, у нас пользовались спросом, такие, сколько пара стоит, вот, губки такие? сейчас цена тут не стоит, я тебе серьезно даже не скажу, но я думаю, 5 вару штука стоит. У нас даже в Украине дороже. Да? Да? Ребята, вот еще комната, не менее тоже интересная, ну, креветки, есть улитки, неретины, также есть рисовые рыбки, да, красотуля, есть тут еще, смотрю, номерные самые, медака, неретинки, ниже иленки, всем известные, хищные, также, знаете, что здесь еще интересно, вот есть раки, раки, ну, у нас их называют мандаринки, оранж вот эти, вот они тут тусуются, и под корягой, и в трубках, и вот, смотрите, здесь есть ценник, 8 ойра, ну, вот, когда последний раз я касался, они стоили у нас дороже, какие прикольные товарищи, забавные, вот они растения не трогают, в то же время, они такие классные, за ними смотреть, одно удовольствие, они что-то там где-то себе соображают, что-то, где-то там думают, а это гупель фуллблэк, да, черный, я думал, честно говоря, какой-нибудь там черный монах, тут, ребят, если всех показывать долго, я не знаю, насколько здесь, надо здесь на пару дней точно приезжать, как с ночевкой обходить, потому что здесь, ну, вы не представляете, какое тут количество рыбки, ребята, смотрите, кого я встретил, она здесь, конечно, по-другому как-то называется, а у нас это называется, чернополосая лимия, рыбка вообще супер, нет, вот это она походу, то, это немножко другая, да, вот это, шварц, если перевести, все получается, шварцбанк, карпик, карпик, ну, вообще, рыба бесподобная, она столько выдерживает, другие рыбки могли заболеть, это стойкая была, я не знаю, ну, ли так с породой повезло, то ли, действительно, какая-то рыба, о, посмотрите, гиганойки, ойнера, посмотрите, хвостик, японцы, говорите, ходили здесь, пиццелечки, бамбуды, очень редкие, наверное, либо не обращал внимания, либо не вспечал, но реально, очень интересные, ребят, тут еще комната, и тут еще куча рыбок, креветок, что тут еще есть, тут все для нано-аквариума, да, и не только, в принципе, не только для нано, тут есть и нано, и для нормальных, или небольших аквариумов, от инстаграма, и неоны, все это, мелочь пузатая, вы только посмотрите, в каком количестве здесь всех содержится, я не знаю, ребята, я уже вам уже говорил, говорю, что тут все не обойти, тут очень много всего, я даже боюсь представить, какое количество вообще рыбок, если тут аквариумов, неимоверное количество, то рыбок, ну, вообще, количество рыб, я говорю, нельзя сказать, но разновидности около тысячи, представьте, тысячу разновидностей, и каждая по-своему красива, я думаю, что тут каждый, если придет, залипнет надолго, а еще и друзей повстречает, сядет там в кресло, и будет наслаждаться рыбками, апистограмма, аромирезит, вот мне человек только писал, говорит, очень люблю апистограмму, никому не задирается, говорит, но в то же время, уже что-то там себе в голове крутят, интересно за ними понаблюдать, уже осознанные рыбки, представляете, ребят, какие масштабы тут, вот тут уже все эти, апистограммы, попрятались, это кокодок, или нет? апистограмма, мастерно описанная, нет, нет, вот они, красавцы, посмотрите, какие плавнички, красавцы, вот они, какодок, ух ты, а это кто, что это за товарищи такие, апистограмма, пофарать, тут коллега, что-то на коре, я даже не прочитаю, трудно читаю текст, я в восторге, ребят, столько эмоций, столько рыб, красавца, а тут же получается, можно, для маленькой рыбки, сразу и аквариум, приобрести, для маленькой, без проблем, да, у нас есть от 40 до 120 литров аквариума тут есть у нас, все с фильтром, все готово, а внутри все есть, да, только вот больших аквариумов у нас, увы, нет, ну это временно, конечно, и улитки, кролики, тела Мелании у нас называют кроликами, кролики, да, не знаю почему, ну, их так называют, левитолсы, это оранж, блюдримы есть, это все чистые линии, о, я тебе сейчас даже не скажу, это тут коллега заботится, я тут сам гость, вот это, а я понял, креветка омана, нет, нет, молукан фехаганеля, это фильтраторы, да, да, это фильтраторы, они постоянно вот, да, да, я просто по размеру смотрю, дома обычно большие, омана у нас есть, а это не омана, это феха, вот тут самки от петушков, да, тут вообще очень, очень красивые, вот, ребят, гляньте, любо-дорого глянуть, о, а тут мелочь, да, вот еще, ребят, псевдоскаты, севильи, они тут еще и развелись, да, вот есть аквариум, где малышня плавает, эти прикольные товарищи, даню, которых уже у нас с трудом найдешь, а вот малышня, вот здесь не очень видно, но я думаю, на камне вот здесь будет видно получше, видите, там мамка или папка, вот они там сидят, балдеют, а, ребята, перевожу, это по нашему тетродончик, маленький, карапуза, карапуза, блиток любят пощелкать, забавные, черные креветки, довольно-таки насыщенные, ну что, друзья, вот я прошелся по разводни, вы уже посмотрели видео, надеюсь, вам все понравилось, спасибо огромнейшее Николаю, за то, что все показал и рассказал, я хочу, чтобы вы сюда тоже приехали, и все сами своими глазами увидели, поверьте, тут столько эмоций вы получите, я не знаю, я вот реально ходил, ходил, настолько зарядился, что сейчас меня просто переполняют эмоции, хочу сейчас передать слово Николаю, он сейчас еще кое-что скажет, по поводу сайта, и времени, когда сюда можно приехать, да, друзья, я вас всех приглашаю лично, в наше святое помещение, как говорится, у нас есть онлайн сайт, где вы можете рыбу онлайн заказать, сейчас я работаю, когда вы можете сюда просто приехать спонтанно, без терминов, просто сесть в машину, и приехать сюда рыбку смотреть, или покупать, это с понедельника до пятницы, с 12 до 4, а в субботу с 10 до 2, почему вы сейчас спросите, может, почему так мало часов работает, это не то, что мы, значит, дома на диване лежим и спим, просто в другие часы, мы заняты другой работой, допустим, упаковка рыб, кормежка, обслуживание, плавила, ну, все, как бы, это, и мы это стараемся делать так, чтобы, если клиент здесь, что можем полностью время посвятить клиенту, да, общаться, да, там быстро еще мне надо 50 коровок рыбок запаковать, и там еще покормить, все, даже здесь продумано, ребят, видите, даже время выделено для клиента, как говорится, часов открытых, но зато мы в это время пункты для вас, так что, welcome, ждем здесь, ребята, тут вообще супер местный, уверяю, что если сюда приедете, ваши ноги, во-первых, устанут все обойти, посмотреть, ноги устанут, и столько заряда, получите позитива, вы просто не представляете, я нигде больше рыбы не встречал, поэтому, до новых встреч, пока-пока, пока, bye.